В зоне АТО три провокации с начала суток. Боевики стреляли по Авдеевской промзоне, а также по позициям в районе Майорска и Новотроицкого. Использовали в основном гранатометы. Украинская армия сегодня отвечала на каждый из этих обстрелов. Все подробности с передовой узнаем от Ирины Баглай. От этого выстрела из РПГ на одну из передовых позиций военных послетало все. Граната откинула даже металлическую плиту. И хотя расстояние было небольшим, но боевики стреляли из-за бетонного забора, где их сложно было ликвидировать. А вот ночью они рискуют подходить, но и стреляют из большего калибра. На Исиноватской развязке военные зафиксировали несколько скрытых огневых позиций. Командир не советует долго задерживаться на этом месте. Бойцам уже хорошо известное направление, которое атакует противник, пытаясь разбить укрытие пехотинцев. Обстреляв эту позицию, получив ответ, боевики не успокоились. Начали веерно накрывать соседние укрепления наших военных. Захожу на позицию, тишина и обстрел провокационный. Сначала провокационный, потом прицельный огонь головой. В последнее время, отмечает Михаил, наемники совсем обнаглели. Открыто подвозят боеприпасы и ведут огонь с мобильных позиций. Установленный на джип утес, вот, со включенными фарами подъезжает. Отработал короткими очередями по полежащим двум-трум позициям и сразу уходит очень быстро. Разбитые и простреленные здания промзоны уже давно не уберегают от пуль. А вот из стрелкового оружия наемники здесь не прекращают вести огонь и днем. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Ревюк из Донецкой области. Подробности – телеканал «Интер». Руслан Ревюк из Донецкой области.